Здравствуйте, уважаемые выпускники! Меня зовут Ирина Сергеевна, и сегодня мы продолжим с вами подготовку к ЕГЭ по истории. В центре нашего внимания сегодня окажется 24 задание. Это одно из самых сложных заданий второй части экзамена по истории. Это задание на аргументацию. Это задание проверяет умение использовать исторические сведения для анализа версий, оценок, процессов, и для того, чтобы проанализировать грамотно, вам придется привлекать знание курса истории. Начнем с того, как оценивается это задание. Данное задание одно из самых полновесных, и максимально можно получить целых 4 первичных балла. Но не все так просто, и хотя в ответе содержится 4 элемента, но не автоматически за каждый верный элемент вы получите 1 балл. Максимальный балл можно получить, если верно приведены по 2 аргумента в опровержении или подтверждении. 3 балла, если в подтверждении или опровержении не достает 1 верного аргумента, то есть в сумме их 3. Что касается 2 баллов, то вы получите их только в том случае, если верно привели 1 аргумент в подтверждении, 1 в опровержении. Ну и, наконец, 1 балл дается, если даны 2 верных аргумента либо в сторону подтверждения, либо опровержения. Если с баллами все ясно, идем дальше. Для удобства в контрольно-измерительных материалах дан шаблон, по которому 24 задание вам следует оформлять. Итак, давайте посмотрим на задание. Вот пример задания 24, именно с ним мы сегодня будем работать. И на примере этого задания мы посмотрим сначала эталонные ответы, а потом разберем типичные ошибки и исключения, которые возможны при выполнении этого задания. Итак, противоречивая точка зрения, о которой сегодня мы говорим, это революция 1905-1907 года способствовала поступательному, политическому и социально-экономическому развитию страны. С чего мы начинаем работать с этим заданием? Первое, что нам необходимо сделать, это установить связь. То есть понять, что именно, какое событие, явление или процесс нам следует аргументировать, от чего отталкиваться и на что это событие, явление или процесс повлияли. В данном случае речь идет о революции 1905-1907 года, и она каким-то образом положительно или отрицательно повлияла на три сферы. Именно их и надо будет аргументировать. Это политическая сфера, социальная или экономическая. Следующее, что мы с вами делаем, мы записываем факты, которые связаны с требуемым событием. Причем стараемся подбирать факты, чтобы они соответствовали всем трем сферам, которые заявлены в задании. Например, говоря о изменениях в политической сфере, мы, безусловно, вспомним манифест 17 октября 1905 года, который ограничил самодержавие, установил парламентаризм, даровал права и свободы населению. Это созыв и деятельность Государственной Думы, это формирование легальных политических партий, введение политических свобод, ну и, возможно, что-то еще. Говоря о социальной сфере, мы должны обязательно вспомнить о рабочем, крестьянском вопросе, которые были решены в ходе революции. Ну, допустим, рабочие получили ограничения рабочего дня, право созывать и участвовать в профессиональных союзах, право организовывать стачки. Для крестьян были отменены выкупные платежи и было дано начало Столыпинской аграрной реформе. Говоря о экономической сфере, стоит вспомнить, что в период революции страна, конечно, оказалась в экономическом кризисе, поскольку широкомасштабные стачки, забастовочное движение, самое крупное из которых всероссийская политическая октябрьская стачка, привели к остановке всех промышленных предприятий, банков, магазинов и аптек. Итак, когда мы с вами записали факты, теперь мы можем с ними работать. И работая с фактами, мы с вами, скорее всего, сформулируем аргументы. И давайте обратимся к эталонным ответам к этому заданию. Сначала рассмотрим аргументы в подтверждение. На слайде я подчеркнула те элементы, которые обязательно должны быть, чтобы аргумент был засчитан. Итак, во-первых, мы указываем, что именно революция повлияла на что-то. В первом аргументе в результате революции в Российской империи широкие слои населения обрели избирательные права. И это привело к тому, что в России произошел переход от абсолютной монархии к ограниченной. Итак, есть революция, есть влияние на политическую сферу, и есть последствия этого влияния, явно свидетельствующие о поступательном развитии в политической сфере России. Второй аргумент. В результате революции были отменены выкупные платежи, и началась Столыпинская аграрная реформа, что привело к развитию капиталистических отношений в деревне. Также все три элемента есть. Третий аргумент. В результате революции было предоставлено право подданным создавать легальные политические партии. Это привело к созданию политических партий, выходу политических сил из-под поля, и, значит, способствовало развитию российского парламентаризма. Какие могут быть аргументы в опровержении? В эталонном ответе они следующие и строятся ровно по такой же структуре. В результате революции окончательно решен рабочий вопрос не был. Существенную часть рабочих не устраивало его положение, что подтолкнуло рабочих к радикальным способам решения своих проблем и популяризации радикальных взглядов, и к революции 1917 года. Это значит, что развитие России после революции 1905-1907 года не было поступательным, не было реформистским, а по-прежнему было революционным. Второй аргумент. В результате революции не был решен крестьянский вопрос, сохранилась крестьянская малоземелье, а Столыпинская реформа лишь обострила социальные противоречия. Это приводит к обострению социальной напряженности и крестьянские бунты. Опять, не поступательное политическое развитие, а революционное. И третий аргумент. В результате политических реформ не было создано ответственного перед Думой правительства, не все категории получили избирательные права, сами выборы не были прямыми и равными, поэтому это сохраняет противоречия и приводит к кризисным явлениям. Аргументы могут приведены быть и другие. Давайте посмотрим, какие еще были варианты, и на этих примерах разберем типичные ошибки. Итак, первая типичная ошибка, которую допускают выпускники при выполнении этого задания, приводятся положения, лишенные опоры на конкретные факты. Допустим, в период революции промышленные предприятия в России стали работать хуже. Это общее положение, которое совершенно не отражает, как революция оказала влияние на работу предприятий, и как это отразилось, и отразилось ли в целом на экономической или социальной ситуации. Такой аргумент не будет засчитан как верный. Можно было бы его сформулировать так. В результате стачек и революционных акций промышленные предприятия простаивали, поэтому снизился уровень промышленного производства, что отрицательно сказалось на социально-экономическом развитии страны. Подобный аргумент уже, безусловно, был бы засчитан. Итак, есть явная связь между революционными событиями и отрицательными последствиями в экономической сфере. Вторая типичная ошибка при выполнении заданий – это обратная ситуация, когда приводятся факты без минимального обобщения, то есть аргумента как такового нет, он не сформулирован. Например, совершенно правильный факт. Во время революции 1905-1907 года были отменены взымаемые с крестьян выкупные платежи. Да, действительно, это произошло. Но на что это повлияло? И в какую сторону этот аргумент? Поскольку один и тот же факт при выполнении данного задания может быть использован как аргумент подтверждения, так и аргумент опровержения. Допустим, если мы формулируем аргумент подтверждения, то тогда мы свяжем отмену выкупных платежей с повышением покупательного спроса крестьян, которые стали чаще и больше покупать промышленные товары, а это способствует развитию промышленности и в целом благоприятно сказывается на экономической ситуации в стране. Этот же факт может быть использован в обратную сторону. Например, отмена выкупных платежей приводит к потере в бюджете, в государственном бюджете, к расстройству финансов и, значит, обостряет социально-экономические проблемы. Именно поэтому факты без аргументов, без объяснений, как правило, не засчитываются. Как правило, потому что все-таки существуют в этой ситуации исключения. И давайте эти три исключения рассмотрим. Первое исключение – это тогда, когда факт с очевидностью подтверждает или опровергает данную точку зрения, причем не может быть использован в обратную сторону. Допустим, такая историческая ситуация. Советско-финская война имела для Советского Союза отрицательные последствия. И аргумент в подтверждении, что за время войны СССР потерял более 120 тысяч солдат и офицеров, с очевидностью указывает на отрицательные последствия этой войны для Советского Союза, поскольку никогда людские потери в ходе войны не могут быть, аргументировать противоположную точку зрения и быть расцененными в положительном ключе. Второе исключение. Например, ситуация такая. Меры, проводимые российским правительством в конце XIX – начале XX века, улучшили социально-экономическое и правовое положение рабочего класса. Можно подтвердить следующим фактом, что рабочее законодательство, которое вводилось правительством Александра III, привело к сокращению рабочего дня до 11,5 часов, хотя раньше рабочий день пролетариата не был ограничен. Здесь также очевидные положительные последствия, которые не требуют дополнительной аргументации. И третье исключение касается точек зрения, связанных с внешней политикой. Допустим, внешняя политика Александра I была успешной, и в качестве аргументов подтверждений мы указываем, что к России была присоединена территория Финляндии. Для России расширение территории – это очевидный плюс, и всегда во внешней политике это считается для государства следствием успешности этой политики. Перейдем к следующим типичным ошибкам. Ошибка номер три. Если выпускник не указывает связь факта с аргументируемой точки зрения, а просто переписывает хвостик задания или кратко передает смысл. Допустим, казалось бы, с формальной точки зрения в первой формулировке все учтено. Итак, была создана Государственная Дума, что способствовало поступательному политическому, социально-экономическому развитию страны. Но это хитрость, на которую идут выпускники и которая не прибавит вам баллов. Для того, чтобы ответ был засчитан, необходимо указать, как именно Государственная Дума способствовала политическому или экономическому развитию. Например, в Государственной Думе представительства получили различные слои населения, в том числе и рабочие и крестьяне, а это значительный шаг к демократизации государственного устройства. И последняя ошибка. Она связана с тем, что иногда для аргументации используют ошибочный факт. И тогда, как бы правильно не был сформулирован аргумент, аргумент, основанный на ошибочном факте, не может быть правильным. Он все-таки будет ошибочным. Допустим, посмотрите на этот пример. В период революции возникли политические партии, например, РСДРП, эсеры, кадеты, октябристы, что было значительным шагом на пути демократического развития. Казалось бы, все верно. Но партия РСДРП и эсеры не была создана в годы революции или не стала следствием революционных изменений. Эти партии существовали нелегально еще до начала революции. Это фактическая ошибка, и значит, аргумент считается неправильным. Как его сделать правильно? В период революции возникли либеральные политические партии, например, кадеты и октябристы, получили возможность действовать легально социал-демократические партии, РСДРП и эсеры, что стало значительным шагом на пути демократического развития. Такой аргумент будет защитом. Итак, подводя итог, давайте обратимся и закрепим алгоритм выполнения заданий. Первый шаг – это внимательно читаем дискуссионную точку зрения и устанавливаем связи, что на что влияет, какой факт события, процесс на что влияет и как влияет. Следующие – вспоминаем и записываем все факты, связанные с аргументируемой точкой зрения. Дальше формулируем аргументы, и не забываем, что это обязательно факт плюс объяснение. Только такая формула даст вам полноценный аргумент, ну, правда, если только вам не попалась точка зрения, которую можно подтвердить исключительными случаями. Следующим шагом мы распределяем аргументы подтверждения и аргументы опровержения. Обязательно проверяем, верно ли мы записали, поскольку при проверке проверяется ровно то, как вы написали. Если вы перепутали аргументы подтверждения и опровержения, то, к сожалению, это будет засчитано как ошибка. Ну и еще один совет. Если есть возможность, сформулируйте больше, чем по два аргумента в каждую сторону, поскольку вполне возможно, что какие-то аргументы будут не совсем убедительными. Поэтому сколько у вас получилось аргументов, столько их и запишите. В данном случае учитывается только количество правильных аргументов и их качество. Если вы из, допустим, шести в сумме написанных аргументах в итоге будет оценено правильно только четыре аргумента, вы получите свои максимальные четыре балла. Чего и желаю вам на экзамене. Спасибо за работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!